Норма чистой воды человека в день, вот какая она? Чтобы человек не умер, да, и не исты, и чтобы он, так скажем, просто пополнил свои запасы жидкости, которые он теряет, когда потеет, когда ходит в туалет, вместе с соплями, с люнями, там слезы, да, тоже мы плачем. Это полтора литра в сутки. Это просто, чтобы мы с вами не высохли, как сухофрукты. Вот, но для того, чтобы организм все-таки работал в нормальном режиме, да, а не на истощение, работал на выживание, нам требуется 30, лучше 40 миллилитров на килограмм веса. Берете свой вес, вот, например, мой вес там 57 килограммов, я помножаю на 40, получаю норму воды. Вот у ребенка вес 20 килограммов, помножаем там на 40, получаем норму воды в сутки. Воды, ни чни, ни кола, ни фанта, да? Чай, соки, колы, фанты, какие-то компоты, морсы, это все не считается, даже суп не считается, потому что в супе, да, есть вода, но она содержит жир, соль, так далее, тому подобное. Вот, соответственно, чистой воды. Если вы пьете кофе там или чай, просто пейте, наслаждайтесь, но не записывайте это в объемы чистой воды. То есть, помимо всех напитков, у вас должна быть чистая вода в норме 30-40 миллилитров на килограмм веса.